Здравствуйте! Меня зовут Алиса Корт, и я рада приветствовать вас в гостях у Алисы. В 2013 году наш проект пополнился новыми героинями, и каждая из них имела вопросы личностного характера, которые хотела решить с помощью проекта. Кто-то отнесся к этому очень серьезно, кто-то как к игре, кто-то как к приключению. Результаты у всех разные, и в цикле телепрограмм «Чудесная я» вы увидите, как с помощью специалистов проекта «В гостях у Алисы» менялись наши участницы и их жизнь. Ирина Виноградова пришла в проект «В гостях у Алисы», чтобы избавиться от самонадеянности, упрямства и жесткости. Специалисты нашего проекта выявили ее негативные внутренние установки и помогли от них избавиться. Отделить зерна от плевел, найти то, что осложняет путь к счастью и радости, Ирине поможет Антон Огнев. Дольше всех не могла вступить в игру Ира, но именно она первая прошла четвертый уровень. В игре стало ясно, что Ирина часто берет на себя принятие сложных решений и внутренне переживает, даже если уверена, что они верны. На эмоциональном уровне это выразилось депрессией. После осознания ее истоков и некоторого шока Ира моментально перешла на следующий уровень. А дальше открылось второе дыхание в виде потока карточек, ангелов, инсайтов. И здесь я могу только повторить совет одной из участниц. Необходимо жить для себя любимой, а не ради каких-то правильных поступков. Я долго не могла войти в игру, потому что не могла точно сформулировать свое желание. Но когда я вошла и начала играть, я закончила игру первой. А Антон – это такой человек, с которым очень легко работать. И несмотря на то, что игра длилась больше пяти часов, было легко и комфортно. Реализация женщин идет через творческое начало. Мастер-класс с Евгением Соровой и Ольгой Куманев в помощь нашей героине. Творческие мастер-классы – это удовольствие. Но не для всех. Ирине не свойственно тратить время на рукоделие. Именно поэтому специалисты проекта решили предоставить нашей героине возможность в спокойной обстановке создать своими руками красивые вещи. На первый взгляд Ирина – милая, женственная, обаятельная девушка. Однако такие качества, как ответственность, пунктуальность и самостоятельность берут верх на теми, которые являются истинной иконой женственности, тем самым создавая внутренний дискомфорт. Непринужденная творческая атмосфера расположила Ирину и помогла найти нам с ней общий язык. Мастер-класс по декорированию шкатулки помог Ирине приоткрыть свои творческие способности, проявить фантазию и просто расслабиться. Придя к Жене, я была уверена, что у меня ничего не получится. В легкой, непринужденной форме мы с ней сотворили вот такую обалденную шкатулку, которая, честно говоря, меня лично поразила. И я была вынуждена согласиться с Женей, что у меня есть творческие нотки, просто я их не хочу замечать. Наблюдая за Ириной и видя, сколько расслабления и удовольствия ей доставило рукоделие, специалисты проекта решили полностью окунуть ее в атмосферу творчества. Команда проекта выехала в село Аскат в деревню мастеров. Работа с глиной, вообще глина такой материал интересный, она настраивает на погружение в себя, на какое-то очень действительно мягкое пластичное состояние. Для Ирины это, наверное, не очень было типичное состояние, но потихонечку мы вот в процессе общения, как-то она, пожалуй, немножко смягчилась и стала делать то, что ей нравится. Я повстречала очень интересных людей, Ольгу и Александр, которые позволили мне окунуться в какой-то мир таинства. Надо иногда позволять себе заниматься какими-то творческими вещами и открывать себе какие-то новые грани, новые горизонты. Милосердие – это та добродетель, которую приятно встретить в наше время. Наша героиня способна на настоящие поступки не только для себя. С нее можно и нужно брать пример, потому что Ирина постоянно помогает детским домам. Чужих детей не бывает – это истина. Ирина приняла участие в одноименной акции, которую организовали партнеры проекта в гостях у Алисы – газета «МК» на Алтае. Мы находимся во второй детской инфекционной больнице и непосредственно в первом инфекционном отделении. В первом инфекционном отделении у нас в течение 27 лет живут ребятишки, а так, в течение родителей. То есть они к нам приходят для оформления медицинской документации и ждут места в дом ребенка или в детский дом. На сегодняшний день у нас 7 человек. Ребятишки находятся у нас от нескольких дней до нескольких месяцев. Оформили документы в детский дом или в дом ребенка, и потом они уезжают. Некоторым ребятишкам, в принципе, Ковизет их установляет, или являются опекуны, которые оформляют опекунство, забирают их в семью. У нас воспитатель, младшие медицинские сестры по уходу, дети присмотрены, с ними занимаются, рисуют, лепят и тому подобное. Через нашу больницу в течение года проходят более 100 детей. Дети должны получать, помимо лечения, еще нужно кормить, одевать, умывать и тому подобное. Средства из бюджета на игрушки, тем более, там что-то не предусмотрено. Поэтому мы всегда призываем спонсоров, благотворителей, оказать помощь, чтобы эти дети жили и чем себе не могли, они не отказывали. Им нужны памперсы, нужны средства гигиены. Игрушки соответствующие, чтобы они были не так, не приедались. На самом деле очень больно осознавать, что в нашем большом, современном, развивающемся мире существует до сих пор такая проблема, как дети, которые не нужны своим родителям. Когда ты живешь, где-то там слышишь, смотришь новости, что детские дома есть, есть дети, есть такая проблема, ты все равно отстраняешься от нее. А когда ты приходишь сюда и смотришь в глаза этим детям, видишь боль в их глазах, ты уже совершенно по-другому начинаешь думать. Дети нуждаются не только в ласке, они нуждаются и в развитии, и в каком-то там развлечении, в отдыхе. Каждый из нас, и я, и любой человек на этой планете может сделать что-то для ребенка, пусть не для своего опыта, для чужого. Главное, чтобы было на это желание. Наша акция была придумана год назад, как разовая. Мы хотели к Новому году подарить детям одной из больниц DVD-плеер, который у них сломался, и подготовить им подарки. Пригласили к сотрудничеству читателей. Отклик, который мы получили, нас очень удивил. Люди, помимо всего прочего, звонили, еще узнавали, можно ли после Нового года принести там. Мы не успевали по каким-то причинам. Естественно, что мы не могли отказаться. Этим детям очень нужно внимание, то, чего им не хватает изначально. Вот, собственно, что сделала Ирина? Она подарила свое время и свое внимание детям, чем принесла им огромную радость. Поэтому я напоминаю, что акция у нас действует постоянно. И все, кто захочет чем-то помочь маленьким человечкам, которые в самом начале жизни уже столкнулись с непростыми жизненными ситуациями, мы приглашаем приходить к нам в редакцию по адресу переулок Гебблера, 33, либо звонить нам по телефону 63-27-90. Шоколадно все. Вот та фраза, которую наша героиня описывает в свою жизнь сегодня. Шоколадный мастер-класс. От настоящего шоколатье или вот оно счастье. Чего еще может желать романтически настроенная барышня? Сегодня с Ириной мы проведем замечательный мастер-класс, на котором приготовим плитки в форме сердечки, в силиконовой и поликарбонатной форме, изготовленные из белого шоколада и белого шоколада с добавлением настоящей сублимированной клубники. Возьмем силиконовую форму, нальем первый небольшой слой белого шоколада. Теперь приготовим сублимированную клубнику. Для этого нальем в миску немного белого шоколада и измельчим клубнику прямо руками. Она легко превращается в пыль, потому что высушена на морозе и совсем лишена влаги. Теперь перемешаем шоколад так, чтобы масса стала более или менее однородной. Теперь нальем розовый шоколад в поликарбонатную форму, где имеются три сердечка. Украсим эти сердечки ягодками клубники, положим их сверху, чтобы было красиво. Теперь наше изделие готово. Нужно их положить в холодильник на 20 минут, для того, чтобы они застыли и стали твердыми. Сегодня на этом мастер-классе мы с Ириной приготовили классные сердечки из белого шоколада и шоколадом с добавлением настоящей клубники. Что готовят обычные женщины? Щи, борщ, котлеты. А волшебные женщины готовят шоколад. И я хочу сказать огромное спасибо Алексею за то, что он позволил мне прикоснуться к этому волшебству. Вера в себя и желание изменить себя и трансформировать свою жизнь открывают поистине неописуемые горизонты перед нами. И наша сегодняшняя героиня успешно начала и продолжила этот путь. И ее жизнь уже можно назвать не такой, как раньше. Она просто светится счастьем, и в этом состоянии она обречена на успех. Потому что счастье является ключом к успеху, а не наоборот. Есть хорошая ирландская поговорка. Когда Бог создавал время, Он создал его достаточно. Я поверила в эту поговорку и решила попробовать. Теперь я знаю точно, что могу заниматься творчеством. Могу позволить себе отдыхать. Могу позволить себе расслабиться. И не бежать вот в этой вечной суете, забывая о том, что вокруг очень много интересного. Совершайте чудеса, ведь вы на них способны. Кто еще, если не вы сами? Всего вам светлого! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова